Эта новая книга издана в 2017 году к 880-летию со дня основания Рославля. Сотрудники Десногорской библиотеки вместе с рославчанами подготовили вечер-презентацию «Гордиться славой своих предков должно». На мероприятие пришли десногорские журналисты, представители культуры, историки, молодёжь и те, кто неравнодушен к родному краю. Авторы издания коротко познакомили присутствующих со своими статьями. Решили поместить самые интересные работы по истории города – революционные. Это, во-первых, небольшая, всего 36 страничек, историко-статистический справочник по городу 1858 года и книга, которую написал учитель рославский рисования Сергей Степанович Рыкочевский «Опыт исторических записок 1885-й». Ещё пара статей из революционных церковных журналов о селе Луги и его святыне и ещё о Ростовском Спасопреображенском монастыре. А дальше это просто сборник разных очерков. Очень ярким и интересным было выступление составителя книги главного редактора историко-литературного журнала «Странник» Константина Забелина. Уважаемые жители города Несногорска, хочу в первую очередь поблагодарить в первую очередь сотрудников музея Ростовского историко-художественного, без которого книга бы не состоялась. Её создание началось с 2016 года, когда вот где-то в сентябре месяце с моей ванной Ивановой мы встретились, и подумали, хорошо бы вот к очередному юбилею издать книгу. Но поскольку всегда это очень сложный вопрос, и вопрос финансов, и вопрос сбора материалов, конечно, времени заняло почти год. Вот это сбор материала, сбор и средств на её издание. Но в итоге такая книга вот получилась. Вечер презентации получился очень душевным. В зале библиотеки царила тёплая обстановка. Слова благодарности за кропотливый и нелёгкий труд составителям книги «Город Рослаль» в странице истории, сказала председатель Комитета по культуре и спорту администрации Десногорска Анна Королёва и председатель Общественного совета нашего города Владимир Исаев. Хотел бы сказать, что персонал Смоленской атомной станции – это патриоты своего дела. Почему? Потому что они во главе своей деятельности ставят любовь к своей Родине, к своей России. Это одна из ключевых ценностей работников Смоленской атомной станции. Когда я сегодня слушал о этой замечательной книге о городе Рослале, о нашей Родине, Рослале 880 лет, хотел бы напомнить, что в следующем году в Десногорске тоже круглая дата – 45-летие. Поэтому, дорогие земляки, кто приехал представлять книгу, Константин, Майя Ивановна, я бы хотел сказать от жителей города Десногорска, от общественности, низкий вам поклон. Большое вам спасибо. Мы всегда знаем, что Смоленская атомная станция и город Десногорск находятся на Смоленской героической земле, рядом с прославленным, великим историческим центром Рослана. Яркость вечеру придали выступления воспитанников детской музыкальной школы под руководством Владимира Платонова и Десногорского народного коллектива «Сударушки». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова